Добрый-добрый-добрый вечер! Подключаемся к матчу Evil Geniuses против команды Not Today. У нас на повестке дня две лютейшие катки американского дивизиона. Команда EG на первом месте. Not Today глубоко. Внизу таблица, ну в твердой серединке. И понятное дело, что фаворит в данной катке Evil Geniuses. Вся ерунда касательно того, что EG по-быстрому сливают катку и отправляются выигрывать в квалификациях саммита. Это все чушь, ересь и за такое в средние века на кострах сжигали. Не разводите эту ерунду в чате. Ничего подобного у нас не будет. Команда EG может очень быстро выиграть катку и пойти дальше разбираться с саммитом. А сливать тут вряд ли кто-то будет. Ну что, у микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. И у нас Join.MLG Pro League. Первый сезон, американский дивизион. И давайте перейдем непосредственно к матчу. На данном этапе команда EG уже отправила в баню Бэтрайдера, Леона, Венжефул Спирит и Бистмастера. Со стороны команды Not Today в баню ушел Чен, Шторм Спирит. Конечно же, как без бани Шторм Спирита. Вы прекрасно знаете, кто у нас за EG играет на миде SF и Энигма. И по большому счету много чести оказали у нас Сумаилу игроки команды Not Today. И сразу двух мид-персонажей забанили. Это и SF, это и Шторм. Все для того же юного дарования Сумаила. 15-летняя легенда уже, в общем-то, доты. Потому что столько, сколько о нем писали в СМИ около дотовых, сколько обсуждали вообще на почве киберспорта. Столько, наверное, слов о себе не слышал ни один киберспортсмен. И всего ничего парень разорвал всех на Dota 2 Ancient Championship. Разумеется, это было ярко интересно, но опять же, это все в прошлом. Я прекрасно видел, как этого Сумаила равнялись с землей игроки команды Void Boys. Как они вместе с Фиром сыпались вообще в труху. Так что никаких нет непобедимых игроков. Это 100%. Как, собственно, и незаменимых игроков нет. Очень много было разговоров о том, что Артизи, который покидает у нас ЕГЭ, это невосполнимая потеря. И ничего, собственно, лучше, чем Артизи, не было, нет и быть не может. Туизи фу Артизи. Все это рассыпалось. Вроде бы жизнь тлен, и ЕГЭ начинает катиться по наклонной. Разумеется, ничего подобного не случилось. Пришел Сумаил и поставил все на свои места. Ну, на повестке дня у нас матч. Давайте перейдем к нему. Хватит, собственно, информации, которую большинство знает. Это я так мысли вслух осветил то, что думаю о данном противостоянии, о данной команде вообще. У Клок на данный момент у ЕГЭ уже Сэн Кинг появляется в пике. Также тролль туда Вич, Доктор и Клок. Отошли я со стороны команды Натодей, Скайра Смак, Брюммастер, Шейкер и Сларк. Ну, мид персонаж пока что так и не появился, насколько я могу судить. Пока непонятно, будет ли тролль у нас в мид для Сумаила, либо же это фармящий тролль в легкую. Если это фармящий тролль в легкую, то линия относительно понятна мне. Клок у нас отправляется в сложную, Вич, Доктор с троллем будет фармить. Сэн Кинг, возможно, Лес, возможно, Роум, возможно, на линии постоит. Ну, забанили Квапуна от Тодей. Не верят они тоже, что тролль по данному пику может отправиться в мид. И Акс улетает у нас от ЕГЭ. Ну, осталось совсем немного времени у команды ЕГЭ. Долго думали, долго раскачивались. 5 секунд дополнительного. Это, в общем-то, ничего. Ждем. У команды на Тодей еще минута 50. Короче говоря, брали не думая. Брали не глядя. Пока у нас небольшие пики, я сейчас выведу вам таблицы на экран. Так, по таблице на Тодей. О, как я наплужил. Ноутодей у нас не глубоко. Ноутодей у нас прямые преследователи команды ЕГЭ. Вот это да. Одну секундочку. Сейчас табличка появится на ваших экранах. Так, ну, Медуза у нас отошла для команды No2Day. И последний, собственно, пик для команды Evil Geniuses. 25 секунд основного. 5 дополнительного. Сейчас все прекрасно увидим. Так, по таблице, собственно. Можете сами наблюдать. На втором месте у нас No2Day. Так, Доту я контролирую. Не переживайте. Пока что пика пятого не было. Медуза отошла для No2Day. И, собственно, все. По таблице вы сами прекрасно видите. Там, в общем-то, разделяет игроков совсем немного. На втором месте No2Day. 6 игр тоже сыграно. 4 победы. И 2 ничьи. 0 поражений. То же самое у ЕГЭ. Ну, вот и последний пик, собственно, для команды Evil Geniuses. Антимаг. Антимаг, который будет в лейте сражаться с Медузой. Это уже напоминает какую-то битву титанов. В принципе, лейт-гейм у нас занят самыми серьезными, наверное, вообще мастодонтами доты. Те ребята, которые готовы пятерых уносить вперед ногами. Все это, в общем-то, мы можем посмотреть. Если, опять же, игра затянется в лейт, ну, здесь все шансы для этого есть. Команды относительно близкие по уровню. Конечно, ЕГЭ тут фавориты, потому что подбор игроков посильнее будет. Но, в любом случае, No2Day, Not2Day, точнее, их прямые преследователи. А значит, и бодаться за каждый поинт будут до последнего. Переходим к матчу. В принципе, тут каких-то историй касательно слива. Еще раз говорю, что это все ересь. И немножко странно слышать, что какая-то команда, которая находится на том уровне, на котором ЕГЭ. Команда, у которой огромнейшее количество почитателей. И огромнейшее количество поклонников по всему миру. Я говорю не только об Америке. Их обожают, по-моему, в Азии. После того, опять же, что они сделали с азиатскими каналами на DSC вот этого года. И чтобы всю многотысячную, наверное, даже многосотнетысячную армию своих фанатов обмануть и подвести. Это невозможно. Такое не может себе позволить ни один коллектив. И говорить о 3-2-2 таких денег, наверное, нет. Которые можно было бы против себя поставить, чтобы сливать катку. Тут ЕГЭ совершенно другой уровень, да и другой менталитет. Команды не будут так поступать. Это вам не сами знаете что. Короче, не будем возвращаться к тем позорным ситуациям. Это не касается ни меня, ни нынешнего матча, ну и не вас. У антимага у нас нет глаз. Антимаг у нас в крутом сете. И это, по-моему, навичный сет. Нет, это не навичный сет. Это мистическое чудо. Фир играет у нас на антимаге. ППД будет отыгрывать на Вич Докторе. Ауэй 2000 играет у нас на Сент Кинге. Сумаил все-таки отправляется в мид на тролле. И в сложную у нас уходит Юниверс на Клокверке. Со стороны команды на Тудей. Смэш будет у нас фармить на Брюмастере. Дальше МСТ Чао у нас фармит на сложной на Шейкере. Вэн у нас на Сларке фармит легкую в соло. Ну и, конечно же, Ифрит у нас играет на Медузе. Медуза в миде против Сумаила. В общем-то, по лайнам никаких новинок не случилось. Единственное, что Дабла отправилась у нас в сложную. Хотя Шейкер, я думаю, персонаж гуляющий. Будет то там, то там. Где-то наспамит, где-то поможет, где-то подсейвит тиммейтов. Шейкер должен, в принципе, и Медузе тут помогать достаточно. Ну и, кого я еще не осветил, тут у нас Have the right to remain stupid. Вот так вот. Вот такой вот персонаж. Даже не знаю, как коротко у нас называть. Будет просто Skyrosmacked. Сложно, конечно, выговорить такое количество слов. Тем более, когда драки начнутся. Не до всех этих английских слов будет комментатору. Ну, разумеется, мне. О ком же я еще могу говорить. Ауи у нас выходит на Смэша. Подкопали Смэша. У PPD есть каски. Каски уже в Смэша полетели. Ауи пытается подстопить. Ну, настреляли очень неплохо. У Брюмастера нет хилингселва. Тут надо уже как-то стоять под Тауром. И корячиться ждать, пока деревья восстановят ХП. Это, в общем-то, долго. Соответственно, Смэш у нас лишен нормального фарма на ближайшую минуту-полторы. У Юниверса та же проблема. Юниверсу тоже на сложной полкабинета развалили. Уже у нас Шейкер под Инвизом. Даже не под Инвизом. Под Смаком готов выйти на Юниверса. Отходит у нас Шейкер. Скорее всего, Юниверса будут ловить. Но это имеет смысл. Прилетают у нас в спину Юниверсу. Голуби Шейкер через Фессуру с руки наваливает. Еще два удара. И Юниверс рассыпется. Да, Юниверсу некуда было бежать. Здесь хайграунда Скайросмаг расстреливал. Ну и для Скайросмага первый фраг. Юниверс рассыпался на сложной. В это время у Смэша уже все в порядке. Смэш покушал деревьев. Все у него хорошо. Переварил очень быстро. По хп теперь фуловый. У Ифрита беда на миде. У Сумаила, в общем-то, по хп все в порядке. Ифрит у нас тут через танго кое-как восстанавливается. По фарму на первом месте Фиру. Фира 14 на 0. Фиру вообще никто толком не мешает. Смэш сюда не подходит. Ауи гоняет у нас Смэша. Смэш 3 крипа кое-как насуетил. Но понятное дело, что это куром на смех. У ППД 1 на 2. ППД тут тоже без крипов пока не остается. Короче говоря, ситуация почти как у Смэша. За исключением того, что Смэшу фармить нужно. А ППД без фарма будет разваливать всех, кого только можно. У Ифрита тем временем на миде 7 на 1. У Сумаила на миде 14 на 4. Медуза пока что не вывозит роля. Сложно, очень сложно. У Сларка 14 на 3. Ну, относительно топ-3 у нас ВН держится. Юниверс опять далеко от крипов. Юниверс ничего толком не фармит. Юниверс пытается как-то подстопить лайн. Ну, понятно, надо как-то спасаться из данной ситуации. Потому что, во-первых, периодически без ХП бывает. Во-вторых, без фарма 4 на 0. Это, конечно же, мало. Тем более, что у нас практически 4 минуты закончилось. Фир, по-моему, 100% имеет крипстат. Никто ему не мешает. Никто даже не пытается ему мешать. Ай, начервил. Фир двух хрипов не за денайл. Позор и унижение. Фрита тем временем. На миде уже есть рейсбенд. Есть бутс оф спид. У Сумаила есть уже аквила. Без сапогу пока что у нас Сумаил. Но зато есть пурменшилд. Ну, возможно, это помогает фарме. Как видим, Сумаил получше себя чувствует на мидлейне. Фёстблат у нас уже был. Фёстблат мы пропустить теперь по факту не можем. Это уже хорошо. Возможно, даже шмоточка какая-то мне капнула. Но, опять же, это моё дело. Ну что, у нас выходит шейкер на Сумаила. Не стал давать фиссуру. Сумаил, в принципе, нормально держит линию. Не подходит. Не подставляется. Такую фиссуру дать, чтобы заблочить Сумаила за своим хайграундом, уже не получится. Юниверс начал огрызаться и Вену тут. Половину хп снес. Правда, у Вена практически шестой. Через пол-левела, как понимаете, постоянный подхилл будет у Вена в любой вообще части карты. В любое время, когда только пожелает. У антимага практически пятый левел. Тут по левелу получше себя чувствует Вен. Но у Сларк, я не знаю, кстати, участвовал ли он в смерти Юниверса. Или у нас Баунти Руну забрал Сларк. Потому что, почему он по левелу Фира обгоняет, мне не совсем понятно. Фир тоже пятый с копейками. Левел имеет у Сларка практически шестой. Ну, появляется рецепт. А, это рецепт на Мэджик Вонт. Я уже думал, что на Мидас нас убирал себе Сларк. Даже немного подприудивился. Мэджик Вонт себе грейдит. Что у Фира? У Фира уже есть Ring of Health и имеется Boots of Speed. Давайте перейдем на NetWars. На первом месте Фира у него 2500. Сларк на втором 2400. Где только эти 2400 в Курьере? Да, в Курьере у Сларка Боттл есть. Тут Сларк, не знаю, верное ли решение. И зачем вообще Боттл на легкой линии? При том, что особенно Крун нам, ну, в принципе, в будущем пригодится. Ничего Сларку толком не сказать. Сларк все равно у нас в безопасности и крипов фармит. Для того, чтобы фармить крипов на линии, даже на ранних левелах, Сларку толком-то ничего и не нужно. Тут даже без Топорика можно обойтись. Понятное дело, что у игроков команды Not Today руки достаточно прямые. У Ефрита тем временем нет практически маны. У Сумаила полный ХП, полная мана. Это при том, что он, по-моему, без Боттлы играет. Откуда у нас ХП пополняется у тролля, у меня, честно говоря, вопросы. Чем он хилится? Возможно, мимо кто-то пробегает постоянно танго в него, вкладывает или хилинг селф. Сумаил постоянно с фуловым ХП. По мане, понятное дело, здесь Аквила. Но что ему ХП так восстанавливает? И почему его не харасит Ифрит? Тут действительно вопросы. Тем более, опять же, есть сплитшоты. Можно бить крипов и хоть какие-то тычки по Сумаилу раздавать. Ладно, у нас рубеж в 6,5 минут пройден. Можем посмотреть графики. Так, у нас зацепили Смэша. Смэш третьего левела. Надо пытаться стопить, но Смэш клэпает. Но, в принципе, Фир уже не догоняет Смэша. Уходит он отсюда, не дотикает, не должен. В любом случае, еще пару... Даже не пару, а один всего раз проклятие сработало. И в это время Клока у нас забрали. Пока смотрели на сложную для команды на Today, на сложной команды Evil Genius разобрали Юниверса. Вторая смерть для оффлейнера. Надо бы прийти сюда кому-то помочь. Или хотя бы с легкой перетянуться и помочь бедняге Сумаилу. Ну, здесь все заняты своими делами. Ауи 2000 фармит. У нас стаки крипов. Ему надо даггер собирать. ППД занимается отводом зверюшек на лесной массив. В лес, собственно. И так, Сларк опять у нас забрал Юниверса. Ну, это уже нельзя пропускать. Это я перемотаю, мы посмотрим. Это жуть какая-то. Юниверс вышел на лайн, Юниверс рассыпался. Очень-очень-очень просто. 3-0. Все три фрага у нас для команды на Тудей на легкой линии. Все три фрага это три смерти Клокверка. Спасайте Юниверса. Это беда вообще. Алярм. Сумаил тем временем принес себе фазы. У Ифрита имеется Рингу Факвила. Есть Рейсбенд. И пока что фазов нет. Курица. Курица ничего толком не несет. Вен уже насобирал себе на Амулет. У Вена остается всего ничего 1100 до Шадоу Блейда. Но с таким фармом можно. Я думаю, можно выходить в Шадоу Блейд. Потому что этот артефакт имеет свою ценность где-то минуты до 15-20. Если реализовывать его в эти минуты. Дальше, конечно, собирать Шадоу Блейд. Если не успел, то смысла не вижу большого. Но такими темпами у Вена появится Шадоу Блейд гораздо раньше, чем 15-ая минута. Соответственно, все нормально. Сумаила у нас зацепили на миде. Сумаила, скорее всего, здесь разбирают. И Вен должен забирать этот фраг. Да, Келлинг Спри у нас от Сларка. Но Юниверс пришел мстить. Вен у нас без Шадоу Дэнса должен здесь рассыпаться. Провязал стики и бежит. Бежит у нас Вен. И Вен отсюда уходит. Еще и похилился с банки. Вот зачем банка. In your face, комментатор, выкуси. Вот зачем нужна была банка. Вен очень круто отыграл. Терпел там как только мог. Под батареосаутом. В когах. Понимал, что у него есть хоста. И главное просто денек переждать и ночку продержаться. Все получилось у нас у Вена. Тем временем 5-0. Развалил SkyRassMack у нас PPD, который здесь занимался отводами. Все это на пару со Смэшем. Смэш смог отомстить за отсутствие фарма. Фир тем временем что-то должен уже нести. У Фира уже Войдстоун есть. Есть Клеймор. Осталось... Осталось сколько там? 900 осталось всего лишь добро от Сворда. Ну и если у Фира появится на 11-й минуте Battle Fury, тоже дела будут идти относительно хорошо. Пока у нас не участвовал в файтах Фир, Фир все свободное время... Да какое свободное время? Вообще все время Фир у нас фармит. До 10-й минуты 71 крип убит. Фактически по гайду. Если лайн не трогают, если лайн держать ровненько, если никто сюда не приходит, а саппорты постоянно харасят твоего оппонента, то насобирать здесь можно 80, ну плюс-минус 1 крип. Это просто фактически все пачки у нас Фир добил. Чуть-чуть-чуть-чуть там по таймингу провал. 80 крипов будет где-то на 10 с половиной минут. Но вы понимаете прекрасно, что все великолепно исполняет антимаг от команды ЕГЭ. Ну еще бы, еще бы этот парень исполнял бы невеликолепно. У меня тогда вообще было бы много вопросов и к себе, и к своим пабовским тиммейтам, и ко всем. Можно было бы оправдать вообще любые фейлы в доте. Фир просто молодец. У Вена должен уже лететь клеймор. Да, прилетает Шадоу Блейд у нас. С Ларку ждем экшена. Пока все складывается по плану команды на Today. Плюс они еще по 5 фрагов выигрывают. Что это такое? Как это? Сделайте меня развидеть это. Счет 5-0. Not Today. Не снесли ни одного тавора, ну и не потеряли ни одного тавора. И при этом при счете 5-0 команда ЕГЭ выигрывает 400 по золоту. Что будет, когда антимаг у нас Battle Fury себе принесет и начнет убивать людей. Полнейшая жесть. Ну вот, собственно, уровень. ЕГЭ выфармливает невероятно круто. И при 5 потерянных фрагах, при отданном фестбладе, при нормальных линиях, умудрились выигрывать еще и по фарму. Но здесь PPD разваливается. Так, 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 так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Какие-то пролаги доты начались. Что такое? Одну секундочку. Вроде бы все. Что, мы до уровня Д-Доса доросли, что ли? Что происходит? Вроде бы нормально. 6-1 счет. Тем временем Юниверс опять у нас рассыпается. Здесь через Primal Split забирает его Смэш. Брюмастер пришел из сложной в сложную для Юниверса. И рассказал, что он посильнее будет. Сумаил тем временем погибает. Вен вместе с Эфритом разваливает Сумаила. 8-1. Команда Not Today классно дерется. Они реализуют свою стратегию. Быстрый Shadow Blade. Shadow Blade уже превращается в 5-0 для Вена. На 12-й минуте 5-0 с Ларк. Вы сами прекрасно понимаете, что это более чем круто. И по золоту, тем не менее, всего 500 выигрывает Not Today. По Экспириенсу тоже выигрывает 1,5 с лишним тысячи. Но перефарм в 7 фрагов, это действительно побольше должно быть. Ну класс. ЕГЭ фармит просто чудесно. Да, на первом месте по Нетворсу находится у нас Сларк. 6-300 у него. Но Фир, который в драках вообще не участвовал. У которого 0-0-0 КДА. Который даже не смотрел, как убивают его оппонентов. Умудряется всего на 600 у нас проигрывать Фиру. Ну, Вен здесь уже на миде начинает разваливать всех и вся. ППД под горячую руку попал. И счет становится 9-1. По Нетворсу хоть как-то перевалили игроки команды Not Today. Тоже графики не стремительно движутся вверх. При том, что фраги нон-стоп от Not Today. ЕГЭ пока что просто на уровне держатся. Я имею ввиду, как на уровне можно выигрывать. Вот на классе. Вот на классе, собственно, ЕГЭ и держатся. Не отдают фарм, не теряют преимущество. Все, опять же, будет сконцентрировано в руках антимага и тролля. И тогда проблемы будут у команды Not Today в лейте. Это 100%. Сларк против антимага, в общем-то, ничего серьезного из себя представлять не будет. Какой бы там ни был перефарм. Тем более, опять же, перефарма как такового нет. Антимаг не убивает. У Сларка, по-моему, 6-0. Так, ППД у нас где-то рассыпается. ППД здесь поймали. Почему игроки команды ЕГЭ позволяют себе ходить соло? Толка мне не понятно. Сейчас Сумаил огребет по первое число. Здесь есть Shadow Dance. Сумаил ворвался. Сумаил умер. Дабл килл. Уже монстр килл для Вэна. 8-0-0. Что из Сларка хотят сделать игроки команды ЕГЭ, я не понимаю. Почему они сливаются по ПКД? Я рассказывал. 3-2-2. Тут невозможно, что это такое. Как такое может быть? ЕГЭ, ЕГЭ. Ну, ЕГЭ. Понятное дело, ЕГЭ льются только потому, что Вэн дохрена вынес на ранних левелах. Собственно, ППД сливаться на Вич Докторе как с горы катится. Ничего тут особенного не имеется. Ну, Вэн по фарму классно себя чувствует. Хотя, опять же, антимаг вообще не уступает. Просто отправился в лес, линия, лес, линия, линия, лес. Шейкер у нас где-то по ХП проседает. Шейкер у нас на Рошане. Чуть было не погиб. Роха его бил в соло, или как это так получилось? Или Шейкер хочет у нас в соло Рошана забрать? Но это перебор полнейший. У Вэна тем временем 2-500 на руках. Курьер команды над Today пока занимается Нагой. У Наги есть Аквила, у Наги есть Яша. Давайте по артефактам пробежимся, пока есть на это свободная минутка. У Шейкера ничего толком нет. Появляется какой-то артефакт. Кому, 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 кому прилетел только что Даггер? Секундочку. Даггер у нас Брюмастер прилетел. У Брюмастера также имеется Боттл, есть Бутс оф Спид. У Медузы есть Яша, есть Рингоф Аквила, Райс Бент. У Шейкера ничего толком нет, только Транквиллы на ноги. Но тоже неплохо. У Сларка, тем временем, после Шадоу Блейда появляется Алтимейт Орп. И Орпов Веном тоже давно был в тембилде. Пауэр Трэдс имеется. В общем-то, у нас скоро появится Айов Скади. Ну, такими темпами действительно скоро. Потому что фидят Сларка как только хотят. И, пожалуйста, прошу внимания. 8-0. Что так? У нас, скорее всего, Фир приехал. Рассказ Фира фуловый. Но Фир здесь погибает. Просто не переживает. Фиру надо еще ХП. Перед смертью, тем не менее, Фир у нас умудрился, по-моему, на фулл золото закупить Владмир. Да, в Курьере уже лежит Владмир для Фира. Как появится, заберет. Ну, тут действительно на классе Фир просто, мне кажется, в истерике прокликивал по покупке. И так совпало, что ничего по золоту толком Фир и не потерял. Давайте по команде ЕГЭ пройдемся. Там, понятное дело, что должны быть бомжи. Потому что 13-2, сами прекрасно понимаете, это печаль для команды. Тем временем, Вэн у нас врывается в ППД. Не дадут нам вещи посмотреть. Юниверс. Ну, даже не решился Юниверс врываться. Только что врывался. Уже наврывался на сложной. У Юниверса счет 1-5. Там врывалка уже болит, собственно. У Тролля, тем временем, имеется Мордип Маск, есть Фейс Буцы, есть Ринго Факвила, 1000 по золоту. У Антимага мы видели. У Антимага есть ПТ, имеется Владмир, есть Баттл Фьюри. У Сэн Кинга имеется Даггер. Ауи из леса Даггер вывез. Еще и 500 голды сверху. У ППД провал полнейший. Тролля мы видели. Юниверс. Юниверс старается у нас выйти в Блэйд Мэйд. Ну да, это не лишено смысла. Против Сларка хоть что-то делать да нужно. Вэн, конечно, не щадит никого. У Вэна 9-0-1 на данном этапе. 17 минут. У Сларка 9-0-1. Давайте посмотрим графики. 5 по золоту на Today и по Экспириенсу 6 тоже на Today. Под смоком команда ЕГЭ вышла на вражеских хендшинтов. Но Баттл Фьюри есть, есть Владмир. Теперь Фир будет забирать фарму команды на Today. Опять же 9-0 идет Вэн. У Вэна все должно быть прекрасно по золоту. Но у него и так все прекрасно по золоту. Фир отстает от него всего на 250. Праймал Сплит провязала у нас команда на Today. Фир стоит на хайграунде. Не врывается пока. Врывается у нас Ауи 2000 вместе с Эпицентром. И Фрид скорее всего здесь сейчас рассыпется. В спину ему заходит Фир. Правда Фир отсюда уходит еще и Стоунгейз. Но у нас здесь Юниверса закрывают пока что 3 в 1. Драка у нас заканчивается. На Today выигрывают данный файт. 17-3. Фиру самое время отправиться фармить. Ну хорошо получалось. Зачем вообще драться? Зачем эти драки нужны? Можно пофармить. Разумеется это не саркасмин, это не ирония. Фиру действительно нужно фармить. Это тот случай, когда ты заходишь в паб. И у тебя умные ребята в пабе смотрят, что ты играешь на антимаге. Или на войде, или еще на ком-то. И говорят, друг, просто иди и фарми. Иди и фарми. Мы тут как-то будем бодаться, ковыряться. Забросаем всем чем можно соперника. Чтобы не спушили до 25-й минуты. Главное вы фарми свои артефакты. Вот та же ситуация у команды Evil Genius. Главное, чтобы Фир вытащил свои артефакты с легкой линией. Он все для этого делает. 180 крип стат. 180 на 18-й минуте. Это как вообще? 10 крипов в минуту. По-моему, это чокнутый показатель Фир. А Фира не просветили фиссурой. Не видел его Вен. Вен видел, Вен бы прыгнул. Фир отсюда уходит. Не играется и Вова, но его как-то не особенно здесь дамажит. Фиру как-то везет. Опять же, везет сильнейшим. Тут по вопросам фарма Фир, конечно, выше всяких похвал. 116 крип стату Медузы. Медузы с макшенным сплитшотом. Медуза, в общем-то, действительно не конкурент для антимага. Утроля 250 на руках. Яша прилетела. Фир выходит на Рошана. Ауи здесь. Ауи без ульты, по-моему. Да, у Аи 30 минут еще до эпицентра. ППД тоже здесь. Видит ли команда на Today своих оппонентов? Нет. Вижна на Рошане, как видите, на миникарте не имеется. Никакого представления не имеют. Собственно, как и команда ЕГЭ пока не знает, где находится на Today. А мы все знаем. Мы все знаем и все видим. Далеко друг от друга. 17-3. И через минуту, просто через минуту, для интереса, я открою графики по золоту и по экспириенсу. И посмотрим, у кого что. ЕГЭ пока в пятером в своем лесу. Команда на Today тоже относительно далеко. На своей половине карты экшена у нас не будет. Давайте глянем графики. По графикам чуть более 5000. И опять же, графики движутся вниз. 17-3. Это не 37-20. Это не 57-40. Это 17-3. Это в 6 раз больше практически. В 6 раз больше фрагов, чем сделал соперник. И 5000, вы прекрасно понимаете. Это, конечно, даже немного странно. Что вообще с командой ЕГЭ происходит. И как можно все выдержать. Весь этот напор, который команда на Today на данном этапе организовала. Падает Тауэр на топе. В это время Фир решил у нас нести Тауэр на миде. Но, скорее всего, Тауэр будет дефать команда на Today или нет. Летит у нас на Т2 Шейкер. Фир уходит во вражеский лес. Есть Эггис, есть Яша. Готовится выход в Манта Стайл. Дальше, я думаю, увидим что-нибудь по типу Башера. Вэнд грызается у нас в Юниверса. У Юниверса есть Блайтмейл. Но как же поздно Юниверс сообразил, что его едят. Его едят... Их едят, а они глядят. Странно даже, почему не проконтролил этот момент у нас Юниверс. Сразу 2 ТП отсюда. Между елками вдвоем и Пи-Пи-Ди улетает отсюда. И Сумаил, действительно, не по шансам драться. Ауи стоит в кустах, но тоже, я думаю, небольшой охотник подраться в данной части карты. Фир у нас на лоу ХП. Но Фир в лесу, в принципе, отъестся. 1400 на руках. И, внимание, Фир на первом месте по фарму. На первом месте. Товара падают у ЕГМ. Герои сыпятся просто как, я не знаю, как карточные домики. Разваливаются за секунду от одного Вена, от Брюмастера, да, от всех вообще. Фир умудряется держаться на плаву и еще и быть на первом месте по Нетворсу. Но это вот что. Это все Квилинг Блейд. Иначе и быть не может. Не было бы Квилинг Блейда. Представляете, какие жуткие дела были бы у Фира. Вот он заветный. Сюда бы еще одну Айрон Брэнч. Там бы, я думаю, можно сразу на трон было идти. Топорик в Этем Билде. Это залог успеха. С ранних минут и до последней. Ну, с конятное дело, скоро топорик этот уйдет. А вместе с ним, возможно, и сила самого Фира. У Сумаила. У Сумаила беда, конечно. 0-4-0. Вроде бы гениальный мидер команды ЕГЭ. Действительно, слово это можно употребить к данному персонажу. Гениальный мидер пока чувствует себя вообще неуютно. На карте его гонгают. Вэн в соло его разваливает без вопросов. Увидели ППД. Два удара. И у ППД просто истерический побег в обратную сторону. ППД у нас слоу хп на одну тычку остается. Сларк забирает. Три удара в общей сложности. С двух ударов практически все хп сносится. Там третий удар просто взрывной волной может. Сумаил. Пять ударов для Сумаила. Вэн. Гадлайк. Бион Гадлайк даже. Вэн. Фиру пора бы вступиться. Взрослый дядя должен прийти и как-то наказать обидчика. Команда ЕГЭ в полном составе. По всей карте у нас разваливается. Заходят на хайграунд. 24-ая минута. Пока что Фир фармит. Фира имеется. Мант оставил уже. Но лучше подраться. 16-ый левел. Я думаю забирает Фир и уходит отсюда. Нет. Фир пока в принципе 16-ый левел будет собирать. Может и упасть у нас Тауэр. Стоит здесь Шейкер. Шейкер тотемом. Стопит у нас Фира. Сайленс по Фиру. Мистик Флэр. Потеряя Егеса от Фира. Здесь у нас влетает Ауи 2000 с ультой. Но толком не надамажил. Фир поднимается и готов драться. Юниверс влетает у нас в Эфрита. Блэйд Мэйл включи Юниверс. Не забудь на этот раз. Пока что все игроки команды надтуда и живы. Умер у нас Тролль. Тролль умер давно. Умер у нас ППД. Но ППД вообще не считается. Вэн начинает грызть Юниверс. Фир в общем-то фуловый. Вэн на лоу хп отсюда уходит. Ну, ну малой кровью отбилась команда надтуда. Потому как при таком колоссальном преимуществе. А действительно по перефарму четырех персонажей команды ЕГЭ надтуда и далеко вообще оторвались. И преуспели в этом вопросе. Фир потерял Аэгис и умер по-моему в драке ППД. Но это восьмая смерть для ППД. Собственно даже считать нет смысла. 0-8-0 на данном этапе. Фир по-прежнему на первом месте по Нетворсу. Давайте глянем по графикам. 7500. Команда надтуда и впереди по экспириенсу тоже 7500. Тут понимаете по таким вещам как стрики. У Сларка 11-0. У Сларка стриг отличнейший. У Скайросмага тоже по-моему имеется стриг. 15 на 2. У Медузы 1-0 не считается. Ну тут в принципе главное убить. Главное попытаться хотя бы убить Вена. Юниверса поймали. Юниверс Блэйдмейл не юзает у нас. Юниверс нравится ему перед смертью это делать. Развалили у нас Шейкера. Ну вот собственно команда ЕГЭ начала отвечать. Фир у нас нарезает Смэша. Смэш тоже погибает. Дабл килл от Фира. 2-1-0 счет. Пошел за Медузой. Просто идет и туловищем стопит Медузу. Не примерзает с Фира. А теперь посмотрим как у нас Эфрит себя поведет в данном файте. Будет ли гнать команда ЕГЭ? Нет, не будет. 4-0 и теперь внимание. 3-600. В файте 1466 потеряно. Собственно преимущество уходит где-то до 2000 после снесенного Тауэра практически в ноль. Терпели, 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 терпели и вытерпели. У Фира 3-600 на руках. Тут уже можно покупать Башер и дальше Вабисал его грейдить. А там с Тараской, сами понимаете, такие антимаги короткий разговор ведут с любым героем на карте. Даже Медуза будет тут сыпаться, я думаю, достаточно быстро. Сларк имеет Айов Скади, имеет Шадоу Блейд, 2-300 на руках. Ну, странно даже. Хотя, чего странного? У Фира 17 тысяч. У Сларка 13-552. Кто у нас, кстати, Сларка забрал? Ай-яй-яй, Файт Рекап не посмотрел. Кто забрал Сларка? Если это был антимаг, это вообще раз чудес. Ну, судя по количеству денег, которые были у Фира после файта, можно подумать, что именно он и забрал данного персонажа. 17-й левел, антимаг. Я почему, собственно, вы не подумайте, что у меня какой-то там пунктик или фетишизм смотреть на антимага все время. Просто это кор-герой, это тот герой, который может перевернуть нынешний ход событий и постепенно уже переворачивает. Если бы не антимаг в команде Evil Geniuses, там нечего было бы смотреть. Там развал был, наверное, минуте на 25-й. Зашли бы и снесли не только трон, но еще и фонтан бы взрывной волной разлетелся в щепки у команды ЕГЭ. Пока что антимаг единственная сдерживающая сила против Not Today. Давайте по шмоткам быстро пробежимся. У Шейкера. После транквил 1600 на руках, Солринг купил. До даггера 600 остается. У Брюмастера появляется... Появляется все на Керасу? Нет, еще нет Хипперстоуна, по-моему. Да, остается 2000 до Хипперстоуна. У Медузы тем временем. А в Скаде уже появился. Появился Яша. Есть Ринг оф Аквилла. Рейсбенд тоже. В Итембилде есть. У Сларка прилетел Башер. Все, разобрались. ППД вообще ужас. Ужас. 28-ая минута. ППД на Пауэр Трэдс наковырял себе. Даже как-то странно. Ну, ППД нон-стоп умирает. Тут ничего, собственно, нельзя сказать. Как команда сейвит, так ППД и играет. У Антимага потом. На закуску оставим у нас Антимага. У Сенткинга Форстаф уже появился после даггера. Есть также 1100 на руках. Тут неплохо было бы прогрейдить сапог. Как-то побольше ХП себе займеть, что ли. Или маны для всей команды. Потому что ВИЧ-доктор у нас за ману не отвечает. И никто больше тоже не отвечает. Аркана, в общем-то, нет ни у кого. У Сумаила. Тем временем. Блэк Кинг Бар имеется. Блэк Кинг Бар 10-секундный. Пока в файтах не участвовал. Что происходит. У Антимага появляется бабочка. Что творится вообще? Почти 20 тысяч за 28 минут. Давайте посмотрим вот что. 667 у Фира. Это при отсутствии фрагов. Фир у нас не зарабатывал деньги на героях. Он просто на крипах у нас фармил. 670 в минуту. При том, что отвлекается еще. Где-то там перемещался вниз. Где-то отправлялся на мид. И подсейвить. Ну, теперь. Я не знаю. По-моему, у команды на Тудай большие проблемы. Действительно, огромные проблемы в лице Фира. Если, правда, конечно, всех не развалят. ППД моментально умирает. Где Антимаг? Антимаг врывается у нас, скорее всего, сейчас на Вена. Заканчивается у Вена Шадоу Дэнс. Ну, и здесь должно развалиться. Где Фир? Фир отходит назад. Здесь пока что развалился у нас смеш в Праймал Сплит. Медуза провязала Стоунгейс. И просто отсюда уходит. Собрали одного ППД. Но ППД у нас просто умирает от одного внешнего вида команды на Тудай. Тут невелика вообще заслуга команды на Тудай. Я думаю, ППД... В общем-то, уже и не привык. Файт идет, а я живой. Как вообще? Как? Что делать? Куда нажимать? Что произошло? ППД на секундочку у нас... Больше всех умирал. Да? Ну, собственно, да. 0-9. Ни у кого, конечно, такого ужаса не имеется по КДА. Просветил у нас Юниверс команду ЕГЭ. На Творс переключаемся. Скайросмага здесь видели? Надо врываться. Моментально рассыпается Скайросмаг. Вы видели? Один удар от Фира и половина ХП Скайросмага. Рассыпался очень быстро. Один фраг забрали. 500 со Скайросмага заработали. Врыв у нас Вэна. У Вэна Шадоу Дэнс имеется. Кое-как выжигают ману. Вэна отсюда уходит. Подшла погоня у нас от Фира. Ну, здесь Шадоу Блейд. Ну, скорее всего, приехал Шейкер. Шейкеру надо ультовать перед смертью. Потому что он просто-напросто не успеет. Подкоп не достает. Фир дальше у нас Шейкера. Эхо слэм по земле. Ульта пошла от Фира. Фир, наверное, будет бежать дальше или нет? Нет. Мант оставил. Провязал. Вэн сыпется просто как глухонемой. Моментально разобрали у нас вот эту вот невероятно мощную вещь по имени Сларк. Просто развалился. Стоунгейз у нас. Эфрит провязал. Где, 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 где антимаг? Антимаг в лесу. Антимаг от Стоунгейза бежит. Можно сразу же разворачиваться. Нет Сларка. У Сларка байбэка, по-моему, не имеется. Нет, у Сларка есть байбэк. Просто не юзает у нас Вэн данную возможность Дот. Рошан появился. Рошан исчез. Фир забирает у нас еще и Аэгис. 2 300 на руках. 21 000 за 31 минуту. Снесенный мид. Но это все к чертям. Катится. Снесенный мид для настолько расфармленного Аэма. Это не проблема. Совершенно. Главное, чтобы нормально врывались игроки команды ЕГЭ. Я говорю, конечно, о Юниверсе. Я говорю об Ауи. Тут понимаете, какая тенденция в данном матче. Тенденция такая, что те ребята, которые должны вносить невероятный дисбаланс. Я говорю о Ауи с эпицентром. Который должен врываться и просто наводить жуть и страх на команду Not Today. Он становится, мягко говоря, бесполезным. То, что он ворвется, не настолько опасно, если иллюзии эфира, например, побегут и начнут дамажить по спине кого-нибудь. Ну, например, Шейкера. Или, например, какого-нибудь того же Сларка. Мы видели, как сильно у нас Вен сыпется. Или, например, врыв от Клока. И закрытие в Коге Баттериасаут. В общем-то, это кошмар для любого саппорта. И теперь они ничего на фоне, опять же, элементарной иллюзии антимага. Тут антимаг превращается в некую Нагу. Или в некого Террор Блейда. Что, в общем-то, поближе. По внешнему виду, да и вообще по истории Доты. Сэнд Кинг. Тысяча на руках. Ничего более не приобрел. Хотя нет, да, гем купил у нас Ау. И Ау из заботится о своей команде. Ворды надоело носить. Купил гем. Ну, могут себе позволить команда ЕГЭ. Кое-как, я думаю, воздух свободы они почувствовали. Не зажимаются уже на своем хайграунде. Уже команда на Тудей ходит аккуратно. И целой тимой фармит у нас Эншентов. Тут, понятное дело, гроза такая на голову упадет. Вот, 3700 на руках у Фира. 3700. Да, Бесал Блейда остается... Да, Бесал Блейда остается менее 3000. Даже 3800 уже на руках. Да, чуть менее 3000. 2900 на башен надо насобирать. Со скоростью фарма проблем никаких. Правда, нет ТП у нас у Фира. Это немножко смущает. Здесь, если как-то заходить на Т2, чем, собственно, Фир будет телепортироваться? А может, Фир и не будет телепортироваться. Тут с иллюзиями, в принципе, в One Man Army можно... 7 ХП у Тауэра. По-моему, Атимаг просто блинкнулся, и Тауэр упал в ужасе. Команда Not Today во Вражеском лесу. Здесь есть ПТ, здесь ТП, точнее, здесь есть ТП. И здесь... ТП есть у всех, кроме Брюмастера. Брюмастер сюда не прилетит, прибежит пешком. Тем временем Фир отходит на мид, надоело ему фармить нижний лайн. Здесь дешево даются этих крипов, мало очень. Надо идти куда-нибудь, например, на ТОП. На ТОПе у нас уже Шейкер. Шейкер до предела подпушил линию до Т2. Ну и сам отсюда уходит. Не хочет он сражаться с прилетевшим кем угодно. Тут, собственно, Шейкеру в соло, я думаю, и Юниверс, и Сумаил, и Фир, разумеется, расскажут без вопросов. 5200 на руках у антимага. Не хочет выбрасывать Аегис, но это и не имеет толком... Не выбрасывать, я имею в виду тратить его и как-то разменивать. Это пока и смысла не имеет, надо в пятером собраться. Гонит у нас Фир Смэша, а по факту стоит и бьет крипов. Вот проблема, вот она действительно проблема. 75% промахов. Для антимага это нереальная проблема. Тут по-хорошему заработать бы. Собрать МКБ, например. Вместо, опять же, Аегиса, который пропадет. А здесь, на место Владмира, можно, в принципе, и Тараску подсуетить. Под деньгом никаких проблем у антимага не имеется. Ну, игра вроде бы по файтам сейчас ненасыщенная. Вроде бы постепенно заглох у нас Вен. Остановился на 13 фрагах. Этого и так предостаточно. И две смерти получил. Пока не выходит никого. Не убивает. Ну, мы видели, как сильно под Тауэром сыпался у нас Вен. Тут, собственно, понятное дело, теперь поосторожнее надо играть. Игра вроде бы без файтов на данный момент, а как-то напряжение все равно некое присутствует. Все, Фир вместе с Сумаилом под Баттл Трансом Тауэр очень быстро сыпется. Очень. 5800 на руках у антимага. Дали фрифарм. Ничего не сделали с ним. Что теперь делать, непонятно. У нас ультанул Шейкер в Блэйд Мэйл. Еле-еле рога свои отсюда уносит. Фир запрыгивает на хайграунд. Шейкера развалил. Фир просто у нас отправляется на Т3. Ну, тут, понятное дело, Т2 стоит. Драки не получится. Здесь Сумаила. Цепляют. Сумаил у нас под Блэйкинг Баром. Пытается уйти. Пока ничего не получается. Один в три подрались. Где находится антимаг? Антимаг у нас на топе. Даже в драке умудряется Фир ходить и фармить. Надо Эггис сливать. Хоть на что-то разменивать. Хоть на кого-то нападать. Нет, Фир уходит. Ему ни в коем случае нельзя сейчас умирать. Тем более, если он закупится под ноль. А Эггис уже пропал. Уже можно что-то покупать. Появляется Башер. И уже имеется набисал Блэйд. Будет ли у нас антимаг покупать? Не будет. Я думаю, что не должен бы. Потому что команда Not Today в любом случае серьезно перефармена. Если умирает антимаг, а это тоже возможно. Просто ворвется он как-нибудь под конец Стоунгейза Медузы. Блин, конется в драку. Или где-нибудь попадет под рассказ Шейкера. Который опять же его не выпустит из стана до смерти. И все. И Тауэр Т4 падает. Падает Рон. Я думаю, команда Not Today понимает, что шансов у них с каждой минутой все меньше и меньше. И если удачно получится подраться, то сносить надо все до основания. Конечно же, я говорю о Троне. Что это, черт возьми, такое? Это вот так вот у нас СФ выглядит. Да. Даже котел как-то посолиднее, чем СФ. Это даже странненько. Рисует у нас на карте путь на Т2 игроки команды Not Today. Но масс-файты как-то у нас проваливаются. Рассредотачивается. Что одна, что другая команда. Фир покупает... Покупает Абисал Блейд. Ничего не оставляет себе на байбэк. 800 по золоту есть. До байбэка не хватает еще 866. До файта, наверное, не получится. Насобирать, а может, в принципе, и получится. Но файт, скорее всего, будет сейчас. Вен у нас готов врываться в Юниверс. А насколько я понимаю, вся команда Not Today подходит уже к Т2 вражескому. Ворвались в Юниверс. Моментально развалили его. Фир стоит на лоу-граунде. Фир врывается у нас в Медуза. Абисал Блейд проюзал. Медуза, Стоунгейс. Практически нет маны. И уходит отсюда Антимаг. Юниверс выкупается. Приходит, пошла погоня за Скайросмагом. На лоу-хп Скайросмаг. Шейкер тоже на лоу-хп. Фиссура. Фиссура по Ауи. Ауи погибает. Дезвард стоит и разваливает у нас Медузу. Где Фир? Фир летает в ветрах практически весь файт. Сумаил в БКБ. Батл Транс проюзали. Надо бить, где находится Антимаг. Антимаг у нас развалил Медузу. Начинает наваливать по Смэшу. Смэш проседает. Антимаг, правда, под пивом очень слабо бьет. Потому что бьет редко. Под пивом нереально сложно драться Фиру. Сайленс по Фиру. 1500 у него на руках. Мант оставил, проюзал. Уходит отсюда Антимаг. 4 в 1. Забрали Медузу. Корги Роя. Однако жив по-прежнему Вен. По итогу этого файта команда Not Today заработали 2 300. По золоту 1200 потеряли игроки. Даже 5. 5 в 1. Потому что выкупался и умер еще раз у нас Юниверс. Счет у Юниверса 2-10. У ППД счет 0-11. У Сумаила счет 1-7. Сэнд Кинки единственный. Держится как-то подальше от такой позорной статистики. Ну и Фир 6-1. Фир у нас начинает пушить. Пока команда Not Today возвращается пешком поближе к своим товарам. Фир у нас пушил. Мидлейт пропушил прямо до хайграунда. В общем-то никакая ситуация нельзя назвать неисправимой. Ничего страшного не случилось. Да, в четвером умерли игроки ЕГЭ, но им погибать вы прекрасно понимаете не в новинку. В данном матче у нас сыпется вся команда ЕГЭ с жесточайшим образом. Главное, чтобы не умирал вот этот персонаж. 2 500 на руках у антимага. Давайте глянем на коргероев команды Not Today. У Медузы. Дома она оставила совсем немного. Осталось у Сларка. Башер имеется 4 400 на руках. Ну и если появится контроль над антимагом, я говорю об Абисал Блейде, тогда, конечно, у ЕГЭ проблема и надо будет самим навязывать драку. Иначе после врыва просто огребает у нас антимаг. Правда, по Вижну все хорошо, но надо бы еще завардить кое-где, кое-как. Под Шадоу Блейдом врывается Сларк, Абисал Блейд из Инвиза и, понятное дело, антимаг сыпется. Там еще и Стон Гейз как-то пропрет, да все остальное. Тут надо обезопасить, то действительно игра просто на одного персонажа. Это вот очень напоминает мне логотип команды FiveEva, где стоит 5 худых, 4 точнее худых человечка и один перефармленный, самый полный, самый серьезный и солидный. Все тянут к нему руки, мол, играем на одного, а один потом выносит. Вот это примерно та ситуация. И если бы можно было поменять команде ЕГЭ логотип, то именно на этот по данному матчу и стоило бы сменить. 3 600 на руках у Фира, байбэк имеется. Это уже хорошо. Владмир не выбрасывает, Баттл Фьюри тоже, в принципе, смысла пока не лишен. Надо продавать Пауэр Трэдс, я думаю, и приобретать Путс оф Тревел. Манта Стайл прилетает, Медузе. Ну, по Нетворцу давайте глянем. 29 000 у Фира. По крипам вы видели 474 уже на данном этапе. На 41-й минуте. Более сотни крипов каждые 10 минут. Крутейший вообще показатель. 28 000 у Фира. И прилетает Блэк Кинг Бар. Вот, наконец-то. Что там унес у нас? Что вообще, что Фир продал? Владмир продал у нас Фир. Фир будет больше без Аджора. Зато есть Блэк Кинг Бар, значит проседать не будет. Тут надо и выедить пиво. Это главная проблема для Антимага. Надо включать Блэк Кинг Бар и быть недоступным. Вэн у нас. Произал Блэк Кинг Бар. Врывается в Сумаила. Сумаил Батл Транс перед смертью произал. Хотя живет еще Сумаил в БКБ. ППД сыпется, это неинтересно. Сумаила рассыпается, где находится Антимаг. Фир у нас улетает к Эншентам. Не дерется. Даблкил уже от Ифрита. Улетает Антимаг. Пошел наваливать Медузе. В Блэк Кинг Баре у нас Фир. Медуза еле-еле живая, но живая. Еще один удар бы Медузе. Медуза выживает. Фир пока здесь у нас наваливает Шейкеру. Заканчивается Блэк Кинг Бар. И Фир, по-моему, погибает. Да, Фир погибает. 700 по голде. Байбека нет. ЕГЭ эту катку, по-моему, слили. Хотя нет Медузы, но здесь есть Сларк. Сларк сможет подраться. Хотя пока ЕГЭ не пишут Байбека. Ой, не пишут ГГ, конечно же. ЕГЭ рассыпается. Минус 5, трипл килл от Вена. Ну что? Плыли-плыли, на берегу утонули. Да, команда ЕГЭ старалась. Пытались они как-то через одного героя вытащить эту катку. Нет, не тот случай. Не получилось. За Медузой гоняется Антимаг. В это время убивает его Сларк вместе с Шейкером. Гоняется за Сларком. Медуза расстреливает под Стоунгейзом. Ну, здесь план Б и даже план С у команды на Тодай был. И они, в общем-то, нормально реализовались. Ну что? У нас первая катка закончилась. На повестке второй матч. Это серия Best of 2. Кто побеждает... За каждую победу дают один поинт. И ждем с нетерпением ответного удара от команды Evil Genius. Я думаю, он, скорее всего, последует. Пока не забывайте. Заходите к нам в группу ВКонтакте. Она прямо... Ссылка на нее прямо под видео. Которое вы сейчас смотрите на Твиче. Там же канал YouTube, на котором есть все вводы всех игр Join.MLG Pro League. Которые я комментирую. А я стараюсь практически не пропускать эти матчи. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки на Твиче. Нажимайте follow. Это абсолютно бесплатно. Доступно для всех. Сделайте нам приятно, чтобы мы с удовольствием комментировали и транслировали в дальнейшем для вас наиболее интересные игры. Все. Пауза на одну-две минуты и врываемся на следующий матч. Пока что музыка, графика. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok